В этом году послание президента Путина Федеральному собранию впервые состоялось в самом начале года, чтобы, как сказал президент, не откладывая решать масштабные социально-экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна. Выступления главы государства, состоявшиеся в Москве, члены местного отделения Общероссийского народного фронта, внимательно смотрели по интернету в Щёлкове. Первое, о чём сказал президент, о низком уровне рождаемости, который осложнил демографический провал 90-х. Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый, естественный рост численности населения стран. Президент обратился к Федеральному собранию с призывом работать по всем направлениям поддержки семьи, начиная с рождения до поступления в школу. Путин озвучил ряд решений, направленных на повышение доходов семей и отдельных граждан. Какие решения мы уже приняли? С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причём не до полутора лет, как это было ранее, а до трёх. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тысяч рублей на одного ребёнка в месяц. Ещё раз хочу сказать, в среднем. Это зависит от региона. Президент отметил, ежемесячные выплаты от государства с 1 января этого года станут получать семьи с детьми в возрасте от трёх до семи лет включительно, чей доход не превышает прожиточного минимума. Ранее выплата прекращалась по достижению ребёнка возраста трёх лет. Чтобы получить выплату, достаточно будет подать заявление, указав свой легальный доход. В 2006 году президент, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, предложил программу материнского капитала. Сегодня глава государства сообщил о её продлении до конца 2026 года и озвучил дополнительные решения, которые должны вступить в силу с этого года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребёнка. Путин напомнил, в ближайшие годы число выпускников школ будет расти и предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в региональных вузах, по специальностям которых не хватает. Это врачи, педагоги, инженеры. Глава государства подчеркнул, в этом году в полном объёме, как и предусмотрено в национальном проекте, должно быть завершено развертывание сети федшерско-кушерских пунктов, где пациентам оказывают реальную помощь на современном оборудовании. Путин обратился к Общероссийскому народному фронту взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов. Те ФАПы, которые мы недавно ездили, проверяли, сейчас тоже прозвучали у президента, поэтому все самые основные болезненные точки были озвучены, поставлены на контроль и в рамках национальных проектов будут контролироваться. Экономика страны зависит от инвестиций. Владимир Путин рассказал, каким образом будет простимулирован их приток. За счёт стабилизации налоговой системы наложено вето на внесение каких-либо изменений в налоговые правила в течение ближайших шести лет для крупных значимых проектов на срок до 20 лет. На три года замораживаются нормативы при строительстве производственных объектов. По окончании выступления президента представители общественных организаций и общественных организаций встретились вот за круглым столом для того, чтобы обсудить то, о чём говорил президент в своём ежегодном послании к Федеральному собранию. Главная тема – это поддержка пенсионеров, материальное благополучие и возможность реализовать себя в современном обществе. Пообщаемся, делаем для себя выводы и для детей, детям передадим. Нам интересно вот это событие, которое Путин нам хочет донести до нас, чтобы сравнять, как говорится, бедных с богатыми. Чтобы было лучшее медицинское обслуживание, да, ну, чтобы сейчас в последнее время стали больше уделять нам внимания с точки зрения, вот сейчас идёт большое движение, активное долголетие. Ну, хотелось бы ещё больше, чтобы, так сказать, людей пенсионного возраста привлекали и ко всем мероприятиям, ну и какая-то материальная поддержка была. Развитие государства, по мнению президента, требует принятия конституционных поправок. Глава государства подчеркнул – потенциал Конституции не исчерпан. Главный документ должен закрепить принципы единой системы публичной власти. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления будут расширены и укреплены.